Привет всем любителям физики, физического эксперимента и даже математической статистики. С вами Андрей Щетников и сейчас мы продолжим серию роликов, посвященных случайным блужданиям. А в первом ролике этой серии рассматривалась задача про пьяного матроса и формулировалась она так. Матрос выходит из бара, оказывается на дороге, а дальше он совершает случайные блуждания. Шаги вправо и влево. Выпал орел, пошел в одну сторону, выпал еще раз орел, пошел в эту же сторону, выпал орешка, вернулся обратно и вот так вот он здесь бродит. Ну и вот в конце ролика был задан такой вопрос. Пусть матрос отошел на какое-то уже существенное расстояние, много шагов. И вот он стоит на этом месте и собирается, как сказать, совершать блуждания с этого места дальше. И спрашивалась, с какой вероятностью матрос в результате этих блужданий вернется к бару и снова в него зайдет. Ну и в комментариях к этому ролику люди писали, что вероятность равна единице, ссылались на беноминальное распределение или распределение Гаусса, на математическое ожидание, на прочие математические понятия. Однако все-таки эти рассуждения не были решением задачи. Хотя у этой задачи есть много решений, они тоже обсуждались под роликом. И одно такое решение мы с вами сейчас разберем. Итак, рассмотрим дорогу, бар и матроса, который ушел от бара на некоторое расстояние в своих блужданиях. И отметим на дороге еще одну точку, отстоящую от матроса на такое же расстояние, на какое он уже ушел от бара. И вот когда матрос будет там дальше блудить, у него есть три исхода. Первый исход, он вообще будет ходить здесь между баром и этой точкой и никогда не достигнет ни той, ни другой границы. Второй исход, когда он достигнет границы, он достигнет ее в баре. И третий исход, он достигнет границы вот в этой точке. Ну и тут надо сказать, что вероятность блуждания вот здесь внутри, такого безвыходного, она равна нулю. Почему? Ну потому что если мы будем бросать монетку, то в принципе при очень-очень-очень-очень-очень долгих бросаниях, там будут встречаться цепочки нулей или цепочки единиц, сколь угодно большой длины. И вот, например, он от бара ушел на 10 шагов. Но ведь когда-нибудь встретится цепочка в 20 единиц, а это значит, что он 20 раз подряд сделает движение в эту сторону. Ну и он выйдет тогда за пределы этой границы. Ну, это доказательство, хотя и выглядит странно, но во всяком случае оно является строгим. Ну, поэтому вероятность того, что матрос останется всегда в этих пределах равна нулю. Ну, а стало быть, мы должны разделить единицу на две половинки. С вероятностью 1,2 он достигнет границы этого отрезка в баре, то есть вернется. А с вероятностью 1,2 он достигнет границы вот в этой точке. Ну, стало быть, он уже с вероятностью 1,2 в бар пришел. А теперь мы вот сюда пришли тоже с вероятностью 1,2. И понятно, что я сделаю. Он отдалился от бара на такое расстояние. И я снова отмечу точку, которая стоит на такое же расстояние от матроса, на какое матрос сейчас отстоит от бара. Ну, и ровно по тем же рассуждениям он придет в бар, либо придет в эту точку, но с одной и той же вероятностью. Стало быть, это 1,2 от 1,2. 1,4. А вот я сюда для бара эту 1,4 напишу, а с вероятностью 1,4 он сюда попадет. Ну, и понятно, что я дальше могу продолжать это рассуждение. Снова удваиваю отрезок, и матрос попадет в бар с вероятностью 1,8, потом 1,16 и так далее, и так далее, и так далее. Но сумма этого числового ряда равна единице. И это означает, что матрос придет в бар после какого-то, может быть, огромного количества блужданий, но он придет в бар с вероятностью единица. И тут возникают разные вопросы и парадоксы, от которых, когда ты осознаешь их в первый раз, становится сильно не по себе. Ну, например, вот мы уже выяснили, что матрос из любого положения с вероятностью единица возвращается в бар. Но ведь понятно, что есть и такие возможности блуждания, при которых матрос никогда в бар не возвращается. Но получается, что с одной стороны они есть, а с другой стороны вероятность того, что такое блуждание осуществится, равна нулю. И здесь уже нужно переходить от вероятности распределения за конечное число шагов к вероятностям на бесконечном числе шагов. И тем самым нужно вводить теорию меры, и все это совсем непросто. Но вот парадокс, который меня поразил еще сильнее. Опять-таки, матрос ушел и пришел. Теперь он снова ушел и пришел. И стало быть, есть какое-то среднее время, за которое он возвращается обратно. Математическое ожидание, да? А дальше я спрашиваю, ну, а чему оно равно? И даже не производя никаких вычислений, вдруг понимаешь, что оно не может быть равно никакому конечному числу. Потому что конечные числа в этой ситуации одно ничуть не предпочтительно другого. Нет конечного выделенного времени. А это означает, что среднее время блуждания и возвращения по всем возможным блужданиям, оно равно бесконечности. А с другой стороны, ну вот он вернется, снова уйдет и снова вернется. А как здесь получается бесконечность из этих конечных возвращений при усреднении? А, я бы сказал, дело вот в чем. Мы все время представляем себе большие числа. Но наши большие числа это типа тысяча, там уже два в тысячной степени, это так много. Или миллион. Но миллион это ничто по сравнению с бесконечностью. Да, матрос там ушел на миллион шагов по сантиметру, да, например, или там по метру. Это всего лишь миллион метров. Но что такое миллион метров по сравнению с расстоянием до туманности Андромеды? Но расстояние до туманности Андромеды это тоже ничто по сравнению с бесконечностью. И вот это нужно осознать. А теперь мы перейдем к задаче облужданиях на двумерной сетке, как и обещало название этого ролика. Вот такую сетку квадратную я уже нарисовал. Надо представить себе, что она уходит до бесконечности во все стороны. Красным у меня помечен бар и матрос, который находится в баре. Ну, а теперь он с равной вероятностью 1 четвертая может пойти вверх, вниз, вправо или внево. Я могу это обеспечивать, подкидывая две монетки. Два орла будет вверх, две решки вниз. Орел-решка. Ну, мне надо еще выбрать порядок, да. Орел-решка вправо, а решка-орел влево. Ну, и вот матрос сходил, сходил, и так вот он блуждает по этой сетке. Ну, и опять спрашивается, а с какой вероятностью? Уйдя куда-то, он вернется в бар. Ну, и в общем, оказывается, что вероятность такого блуждания, ну, если вот прихода в бар при таком блуждании, тоже равна единице. Но доказать это не так просто. Хотя, кому интересно, те могут обратиться к книжке Мастеллера, которая называется «50 занимательных вероятностных задач с решениями», и там найти соответствующий раздел, его прочитать. А мы это доказательство с вами все-таки опустим. И теперь нам надо посмотреть на эти случайные блуждания на плоскости. Ну, я в Excel, так же, как в прошлый раз, рисую картинки. Матрос выходит из точки с координатами 0,0. И здесь представлена картинка за 10 тысяч шагов. Ну, корень из 10 тысяч это 100. Как бы типично, траектория не выходит за квадрат от минус 100 до 100 по той и другой координате. Ну, а теперь я могу покликать и посмотреть на разные траектории по 10 тысяч. Иногда вот так плотно получается. Иногда вот такие, как бы более вытянутые. Ну, давайте покликаем еще. В основном, в квадрат со стороной 400 на 400, то есть по 200 в ту и в ту сторону от нуля, мы укладываемся. Хотя, наверное, иногда вот как сейчас будет и выходить за стороны этого квадрата. Ну, и здесь я должен сказать, что 10 тысяч шагов это очень мало. У нас и здесь, на нашей картинке. В основном, так сказать, поле остается, поля остаются незаполненными. А ведь теория говорит, что через бесконечное число шагов блуждающий матрос попадет с вероятностью единица во все точки бесконечной плоскости. Ну, а здесь, конечно, у нас до бесконечной плоскости нам еще очень и очень далеко. А теперь пришло время перейти от двухмерных блужданий к трехмерным. Ну, вот здесь нарисована картинка для трех таких испытаний. Визуально она от двухмерных блужданий ничем не отличается. Ну, по сути, ведь это проекция двумерная от трехмерного движения. Но здесь есть одно принципиальнощее отличие. Потому что пьяный матрос способный двигаться в трех направлениях. Вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад. Ну, можно это осуществлять движением кубика, бросанием кубика. Вот здесь у меня выпрямлял сейчас пятерка. Ну, и это будет соответствовать какому-то из этих шести направлений. И, в общем, двигаясь так, как летал на своем такси Брюс Уиллис во всех трех направлениях в пятом элементе. Так вот, при таком блуждании матрос, выйдя из бара, вернется в него не с вероятностью единица, а, как посчитали математики, с вероятностью приблизительно равной 0,35. Так что те, кто из вас ссылался на математическое ожидание, на распределение Гаусса и так далее, все-таки, как теперь видно, были неправы. Потому что рассуждения с матожиданием, распределением Гаусса, они одинаковы в пространстве всех размерностей. А вот рассуждения с вот этой вот блуждающей, ломаной, они в пространствах разных размерностей оказываются различными. Ну и смотрите, я в этом ролике, пожалуй, никаких вопросов в конце задавать не буду, потому что у нас хватило вопросов и по ходу дела. И хватило разных парадоксов, которым следует вернуться и их обсудить. И ваши соображения на их счет, вы, как всегда, можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok